Привет всем! С вами Алексей Попаченко и тема этого видео – ИП-упрощенка. Сегодня я расскажу вам об особенностях работы ИП на упрощенке, существующих лимитах и о том, как сервис MyBookKZ помогает во всем этом разобраться. Начнем с того, кто может работать на упрощенке. В налоговом кодексе указан перечень видов деятельности, которым на упрощенке работать нельзя. А именно, производство подакцизных товаров, консультационные услуги, агентская деятельность, бухучет и прочие виды деятельности, которые вы видите на своих экранах. Также работать на упрощенке нельзя, если у вас деятельность ведется в разных населенных пунктах. Например, точка продажи расположена в городе и в поселке рядом. Исключением является сдача в аренду собственного имущества. Соответственно, остальной вид бизнеса может работать на упрощенной декларации. Также ИП-упрощенка имеет свои лимиты. Чтобы оставаться на этом привлекательном режиме, ваш доход, а доход, напомню, это вся ваша выручка, не должен превышать 24 тысячи МРП. В 2020 году в полугодие порог равен 63 миллиона 700 тысяч тенге, а в 2021 году уже 70 миллионов. Доход считается именно за полгода. Это ваш налоговый период. То есть, если в первом полугодии вы заработали 30 миллионов, то оставшаяся сумма на второе полугодие не переносится. Возможно, вы уже знаете, что налог на упрощенке составляет 3%. В случае с ИП это индивидуальный подоходный налог, облагаемый не у источника выплаты. Или просто ИПН. Если вы вдруг упустили, то я напомню, что до 2023 года действует освобождение от подоходных налогов малого бизнеса. И ИП на упрощенке как раз входит в эту категорию. То есть, за 20, 21 и 22 года вы можете уплачивать только налоги по зарплате. Конечно, это освобождение действует не на всякий бизнес. Например, охранная деятельность, хранение зерна или компании, занимающиеся экспортно-импортными операциями с третьими странами, не могут применять освобождение. Но большинство предпринимателей на упрощенке все-таки попадают под эту льготу. Теперь поговорим про налоговые обязательства. С учетом того, что вы применяете освобождение до 2023 года, у вас остается только оплата налогов по зарплате и сдача отчетов. Так, ежемесячно до 25 числа следующего месяца необходимо уплачивать в бюджет налоги по зарплате. Например, налоги с зарплаты за ноябрь нужно уплатить до 25 декабря. Если оплатите позже, будет начислена пеня. Ну а если срок уплаты прошел, а платежей не было, посчитать пеню не проблема. Просто зайдите на официальный сайт налоговой, найдите сервис калькулятор пени и посчитайте, сколько вам следует доплатить за каждый месяц. Еще один важный нюанс. ИП за себя тоже платит пенсионные взносы, социальные отчисления, а также взносы на мест страхования. Причем делать это можно с той суммы, которую вы сами для себя определите. Естественно, существуют пределы. Так, база таких отчислений не может быть меньше одной МЗП и не больше полученного дохода за месяц. Но бывают месяцы, когда ИП совсем не получал доходы. В этом случае ИП имеет право не платить отчисления вовсе, так как заплатить их из расчета минимальной заработной платы. Правда, с мест страхованием сложнее. Его ИП платит всегда, даже когда его деятельность приостановлена. А вот за сотрудников, которым начисляли зарплату, нужно уплачивать ОПВ, СО, ОСМС, ВОСМС, плюс ИПН. Существуют, конечно, различного рода вычеты, корректировки и прочие послабления. Но рассчитать это все непрофессионалу очень сложно. Велик риск что-то упустить. Не стоит тратить драгоценное время на то, что можно сделать проще. Благодаря онлайн-калькулятору зарплат от MyBuchKZ узнать, сколько нужно заплатить налогов, не составит труда. Ссылочка на калькулятор в описании. Окей, ежемесячные платежи вы исправно осуществляете. Теперь время поговорить об отчетах. ИП на упрощенке сдают отчет по 910 форме один раз в полгода. Этот отчет включает информацию и о доходе, и о зарплате. На бумаге отчеты налоговая уже давно не принимает, а значит сдавать их предстоит в электронном виде. Отправить отчет в налоговую вы можете тремя способами. Через кабинет налогоплательщика или специальную программу СОНО. Для этого, правда, потребуются серьезные навыки, как в расчете налогов, так и в настройке компьютера. Из личного кабинета в нашем сервисе. Для этого нужно только зарегистрироваться на сервисе MyBuchKZ, внести минимум данных о доходах, сотрудниках и их зарплатах. Наш сервис произведет все расчеты автоматически и гарантированно верно. А отчет уйдет в налоговую в один клик. Ну а если у вас не хватает времени даже на это, не заморачивайтесь. Просто напишите нам, и наши бухгалтера соберут и отправят отчет за вас. Качество и полная конфиденциальность гарантированы. Заказать разовую отчетность вы сможете по ссылке в описании. Ну что ж, на этом все. По крайней мере, вы теперь точно знаете, что вести учет на упрощенке и сдавать отчеты проще простого. MyBuchKZ желает вам всем прибыльного бизнеса и без головной боли. А мы вам в этом поможем.